В этом году в 14 хозяйствах нашего района планируется яровой сев на площади более 30 тысяч гектаров. В том числе подъяровые и зерновые культуры отведут 23 258 гектаров. С начала недели началось бронование и минеральная подкормка многолетних трав. Одними из первых на поля вышли работники сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба». Тракторист Иван Нуреев в «Дружбе» трудится почти 30 лет. За эти годы работа стала привычной. Однако каждый сезон имеет свои особенности. Как признается, в этом году бронование идет чуть труднее. Земля пока еще твердая. Постоянно с 92-го года в колхозе «Дружба» работаю. Без отрыва. Работа нравится. Начал водителем, пересел на трактор. И все. Кот работал на водителе. Кот пересел и на трактор работаю до сих пор. Техника хорошая. Слушается. Работа идет нормально. Чтобы земля принесла богатый урожай, перед посевной ее необходимо качественно обработать. Первый этап – это бронование. Оно предохраняет почву от высыхания, выравнивает ее поверхность, разрушает корку. В хозяйстве для бронования используются два трактора. Баронуют с 9 до 18 часов, пока обед уже не было. Вот сегодняшний, вот сейчас начали, обед уже. Постоянно сделать на 1128 многолетки, бароновать. Это удобрение, там, местами только нам будет. Удобрения хватает. В этом году поменьше взяли. Техника хватает. Все, вроде работает, уже готовы. Тем временем на соседних полях работает разбрасыватель удобрений. В хозяйстве для обогащения почвы используется карбамид. По словам главного агронома, обработку планируют закончить в течение недели. После чего можно приступить уже к культивации почвы. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей, Янаульского телевидения. Очередное заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан состоялось 9 апреля в Доме правительства Республики Башкортостан. Ради Хабиров призвал пожилых людей находиться в домах и потерпеть еще две недели. С 10 апреля на две недели в Башкирии вводится комендантский час для пожилых людей и детей. Теперь лица старше 65 лет не должны находиться в общественных местах с 18 до 10 часов в местном времени. Глава региона пояснил, что режим самоизоляции ужесточается. После указанного времени пенсионеры старше 65 лет, вне зависимости от обстоятельств, должны находиться дома. Кроме того, введен комендантский час для детей. Им запрещается находиться в общественных местах с 18 часов вечера до 13 часов дня. Штрафы за нарушение режима будут выплачивать родители. Четвертая четверть в школах нашего района, как и во всех уголках нашей страны, началась необычно. Из-за введенного режима самоизоляции обучение проходит дистанционно. Так в уютной домашней обстановке грызут гранит науки не только ученики, но и педагоги. О плюсах и минусах такого обучения расскажет наш корреспондент Гульнара Сидикова. Молодцы, я вижу, все стараются, красиво пишут. Все посмотрели. Своих учеников преподаватель начальных классов Светлана Тимиргалеева видит только через экран ноутбука. 26 пар глаз внимательно следят за учителем в режиме онлайн. Идет урок русского языка. Для нас это все новое, но мы стараемся, осваиваем эти новые технологии. И уже имея кое-какой опыт, уже проведя три занятия, вот третий, четвертый день сегодня, можно считать, что детям это нравится, увлекательно. И все равно знания дети получают и усваивают. Есть обратная связь благодаря вот этим видеоконференциям. И поэтому я считаю, что дальше у нас будет все в порядке, и знания будут освоены в полном объеме. Мои ощущения, конечно, нет того контакта с детьми. А так я вижу, какой плюс себе в дальнейшей работе, что плюс в том, что этот метод, пожалуйста, можно использовать в любой момент работы, даже если уже будет обычное обучение, то тоже можно, как говорится, в своей работе использовать эти моменты онлайн обучения. И в этом я, как говорится, никаких минусов не вижу. Конечно, есть такие темы, которые не все возможно, как говорится, объяснить. Особенно это, наверное, касается в старших классах. Конечно, нет вот этого общения. Если ребенок чего-то не понял, он не всегда может, например, через эти онлайн-конференции сказать учителю. Поэтому, может, только вот этот минус, когда нет вот этого контакта, общения близкого. Ее ученик Руслан Менигалиев, сидя за домашней партой, старательно выполняет все задания учителя. Как признается первоклассник, несмотря на то, что занятие проходит интересно, ему хочется вернуться в школу. Ну, в обычном уроке в школе там есть друзья, там учительница всегда объясняет. А на этом надо как бы, ну, сидеть. Если ты хочешь спросить, вдруг тебя еще кто-нибудь спросит, потом, если урок закончится, ты ничего не поймешь. Вместе с братом занимается и третий классник Артур. Задания ему учителя присылают в форме электронного кейса. Уроки старается выполнять сам, но иногда помощь мамы просто необходима. В семье Менигалиевых у каждого есть свое рабочее место. Родители постарались создать все условия для детей. Занимаемся дистанционно уже сегодня четвертый день. В общем-то устраивает. Единственное сложное то, что нужно объяснять из-за учителя. Домашнее это они выполняют сами. Ну, кажется, что как будто побольше времени нужно с ними заниматься. Ну, на самом деле все успеваем. Вот, в общем-то интересно, пока как будто бы сложно, но интересно. При том, что я еще и сама учитель. Вот, они у меня самостоятельные, выполняют все. Иногда спрашивают, как бы я им помогаю. Ну, мы хотим, конечно, все на работу, в школу. Хочется живого общения. Дети соскучились по учителям, по своим друзьям соскучились. Выходить уже на улицу охота. А так, в общем-то, в общем, сложностей нет в дистанционном обучении. Ну, просто задания там интересные. И сейчас уже ощущается, какой труд работы учителя все-таки несет. Эти элементарно подделки по физкультуре, пение. Ну, в общем, мы учимся вместе, можно сказать. Оба занимаются в школе онлайн. И еще в музыкальной школе онлайн. Ну, так-то, в общем, интересно. Ну, единственное, по времени, наверное, что весь день занят, занят, занят. И детям хочется поиграть, своими делами заняться. А мы все учимся, учимся с утра до вечера. Число уроков девятиклассницы Айсуи Паровой не изменилось. Хотя распорядок дня стал чуть демократичнее. Учеба идет в формате как онлайн-уроков вместе с преподавателем, так и самостоятельного изучения материала. Мне вообще нравится это электронное дистанционное обучение. Но главное, что мы дома, в безопасности. Я думаю, что это лучшее решение в связи с этими обстоятельствами в стране и вообще в целом мире. А вот то, что нам говорят, что больше заданий, я так не думаю. Потому что мы бы все равно, все это то же самое время, мы бы сидели в школе и то же самое бы изучали. Так что нагрузки, я думаю, не больше все так же. Но восприятие такое, как будто делаешь домашнее все равно. Все время делаешь домашнее, но немножко сложнее может усваивать материал, потому что не учитель объясняет, а ты сам должен как-то догадываться до конца, вот доводить эти предложения какие-то. Так, ну если бы я сидела в школе, мне было бы проще, потому что я люблю больше задавать вопросы, чем воспринимать через экран. Но я думаю, многим легче было бы в школе. Нам очень сильно хорошо готовят к экзаменам по всем предметам. Даже сейчас на карантине чуть даже больше. У нас есть много времени, чтобы подготовиться к экзаменам, чем это было, когда мы учились именно в школе. В условиях соблюдения режима самоизоляции дистанционное обучение стало единственной возможностью продолжить освоение школьной программы. Насколько ученики усвоят этот материал, сидя дома, и сдадут переводные экзамены, пока же только время. Гульнара Сиддикова, Артур Мухамедшин, служба новостей, Янаульского телевидения. С момента введения режима самоизоляции сотрудники полиции и представители Добровольной народной дружины ежедневно выходят в рейды на улицы Янаульского района. Главная задача таких мобильных групп – не допустить распространения коронавируса. В составе группы два полицейских и два добровольца. Рейды проходят дважды в день – днем с 14 до 18 часов и вечером с 20 часов до полуночи. Сегодня в Янаульской народной дружине состоит 106 человек. За последнюю неделю совместно с сотрудниками полиции они предупредили об опасности заражения и распространения коронавируса и рассказали о мерах профилактики более 300 раз. Кроме того, напомним, что в отношении нарушителей режима самоизоляции предусмотрены и административные протоколы. Штаб волонтеров Янаульского района начал свою работу 27 марта. Молодые люди помогают пенсионерам и маломобильным гражданам, находящимся на вынужденной самоизоляции дома, не имеющим возможности выйти на улицу. Как отмечают организаторы штаба, желающих прийти на помощь оказалось немало. Чтобы стать полноправным волонтером, необходимо пройти обучение на онлайн-платформе и очный инструктаж по защите себя и подопечных от распространения инфекции. Успешно прошедшие все испытания добровольцы получают сертификаты. Помимо этого, штаб тесно сотрудничает со старшим по дому и Центром социального обслуживания населения Альтаир. Работа волонтерского штаба состоит из трех этапов. Приема заявок на покупку необходимых товаров, обработки заявок, закупки необходимых товаров и доставки волонтерами по адресам. Все помощники обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Для предотвращения случаев мошенничества все волонтеры имеют отличительные бейджи, экипировку, а также носят с собой удостоверение личности. Добровольцы доставляют продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. Режим самоизоляции был продлен, в связи с этим продлевается работа и волонтерского штаба. Изо дня в день поступает все больше заказов. Большее количество заказов было в выходной день. В субботу у нас нашими волонтерами было отработано 16 заявок. В основном все заявки были касаемы продуктов. Помощь оказывается как в городе, так и в сельских поселениях. Количество волонтеров у нас увеличивается. На сегодняшний день, начиная с 30 марта, нашими волонтерами исполнено 64 заявки. Количество волонтеров составляет 69 человек. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Криминальная хроника» с Рустамом Шариповым. Берегите себя, оставайтесь с нами. Криминальная хроника Перемена облачной с местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1 плюс 4, днем плюс 9, плюс 14 градусов. 9 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1945 году, войска маршала Василевского штурмом взяли Кёнигсберг, столицу Восточной Пруссии, ныне российский Калининград. В город-крепость брали штурмовые отряды и группы, которые шли за огневым валом. Немцы потеряли 42 тысячи убитыми и 94 тысячи пленными. В Москве был дан салют высшей категории – 24 залпа из 324 орудий. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Рустем Шарипов. Здравствуйте! 28 марта ссора в одном из домов в деревне Тартар едва не закончилась трагедией. История началась по сценарию «Застолье, спиртное, он и она». Однако вскоре, как это часто бывает в таких ситуациях, что-то пошло не так. В результате ссоры 38-летняя женщина нанесла два удара ножом в обе спины 53-летнему сожителю. Мужчина обратился за помощью в приемный покой Янаульской центральной районной больницы. 29 марта не на жизнь, а на смерть сражались два добрых молодца. Неравный бой завязался между жителем улицы Пролетарской Янаула и жителем деревни Сандугач. Со счетом 1-0 победил 35-летний житель села. Его оппонент с диагнозом закрытая чередно-мозговая травма, ушиб головного мозга, был вскоре госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Его противник получил лишь кровопотеки шеи и грудной клетки. Однако за такие неоднозначные подвиги ему может грозить административное или уголовное наказание. Свою удаль и силу демонстрировали не только мужчины. Так, 23 марта за помощью к медикам обратилась 19-летняя жительница улицы Пархоменко. Девушка рассказала, что около двух часов ночи на дискотеке она получила удар стеклянной бутылкой по голове. Что не поделили девушки и кто та незнакомка на танцполе, теперь выясняют следователи. Днем ранее, 28 марта, скандал разгорелся в коридоре общежития номер 5. Вооружившись над пластмассовым душлаком, на молодую женщину напал 30-летний сосед. После нескольких ударов по голове он взялся за кухонный нож и угрожал убийством. К счастью, потерпевший на призыв о помощи вовремя подоспели сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка. 20 марта на пульт дежурной части поступило сообщение о том, что в одном из дворов 52-го квартала завязалась драка. Выездом сотрудников полиции было установлено, что конфликт возник между жителями Янаула и жителем деревни Югамаш. 45-летний мужчина пояснил, что из его кармана куртки похитили 5000 рублей. 26 марта за помощью к сотрудникам полиции обратился житель деревни Отлегач. Трое знакомых обманным путем сняли с его банковской карты 131 тысячу рублей. Двумя днями ранее еще одно преступление произошло на улице Победы вблизи магазина электрохостовары. Неизвестные лица тайно похитили многоскоростной велосипед стоимостью в 12 тысяч рублей. 28 марта неизвестное лицо проникло в здание магазина, расположенного в деревне Татарского рода. Выездом оперативной группы личность преступника была установлена. Им оказался 32-летний житель соседней деревни. Разбив окно, он проник в помещение магазина, откуда похитил сигареты различных марок. 23 марта на 42-м километре автодороги Нефтекамский-Наул инспекторы ГИБДД остановили автомобиль марки Киев Спортридж. При осмотре у пассажира жителей села Кумова был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения. Все вещества изъяты и направлены на экспертизу. Утром 3 апреля поступило анонимное сообщение о том, что 38-летний житель деревни Сусады-Ибалак собирает в поле сухую траву. Согласитесь, не лучшее время для сбора гербарии. Вскоре полимерный пакет с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета был изъят и отправлен на экспертизу. 35-летний житель улицы Советской сообщил, что из его холодильника пропал кусок сала, да не простого, а копченого, массой 250 граммов. Факт не подтвердился. Кто съел сало, хозяин по всей вероятности будет вспоминать самостоятельно. 2 апреля жительница улицы Некрасова сообщила, что пропала шуба. Пенсионерка решила освежить свой гардероб и очень удивилась, когда спустя некоторое время шуба таинственным образом исчезла с балкона. По всей видимости, ее попросту сдуло ветром. Спустя 2 часа пропажу вернули бдительные соседи. Что пережила за это время хозяйка, остается только догадываться. Еще одно сообщение из серии улыбнуло. 29 марта водил позвонил продавец одного из магазинов. Внимательная женщина обнаружила следы крови на крыльце и поняла, что капает с балкона, расположенного сверху. К радости самой женщины, ее самые страшные догадки не подтвердились. Выездом было установлено, что капала растаявшая малина. За две минувшие недели на дорогах Янаульского района зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. Два человека пострадали. Выявлено более 400 нарушений правил дорожного движения. В том числе 73 водителя пренебрегли ремнями безопасности. 20 автолюбителей нарушили правила обгона. 7 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за две минувшие недели. В завершении программы хочу еще раз продостеречь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания. В Башкортостане с 10 апреля вводится комендантский час для пожилых и детей. Теперь лица старше 65 лет не должны находиться в общественных местах с 18 до 10 часов. Дети с 18 до 13 часов. Берегите себя и своих близких. Самоизоляция – самый простой способ остаться здоровым. Штаб волонтеров по противодействию распространения коронавирусной инфекции начал свою работу в Янауле. Волонтеры принимают заявки для оказания помощи в доставке продуктов, питания и лекарственных препаратов. Одинокопроживающим лицам пожилого возраста и маломобильным гражданам – тем, кто находится на самоизоляции. Всех неравнодушных янаульцев приглашаем присоединиться к масштабной общероссийской акции «Мы вместе». А желающим стать волонтером «Мы вместе» и желающим получить помощь волонтера достаточно позвонить по следующим телефонам. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 5 0402. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 5 0402. Внимание! Во исполнение указа главы региона Радио Хабирова от 18 марта 2020 года о введении режима «Повышенная готовность» на территории республики в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничено движение городских автобусных маршрутов по городу Янаул. Теперь автобусы будут работать по следующему графику – утром с 7 до 9 часов, вечером с 17.30 до 20 часов. После 20.00 движение автобусов будет прекращено. Также с 1 по 12 апреля приостановлены пригородные маршруты по Янаульскому району. Пап, зачем ты каждый год идёшь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись! Не поджигай сухую траву!